Здравствуйте, туристы и милитаристы! У меня реально много ножей сейчас ждут своей очереди на кухонные тесты ножей, которые должны резать, которые должны как-то аккуратно показывать свои великолепные результаты. Но разве я мог удержаться? Не мог! И не надо меня за это критиковать. Итак, нецелевое использование, сейчас я посмотрю насколько помещается вообще у нас, но тык-притык помещается клин у нас в значит в объектив. Нецелевое использование мачете малыш, новогодний подарок компании Росоружие на кухне, то есть целевое использование этого предмета это поход в лес с целью чего-нибудь нарубить, что-нибудь там расколоть и так далее, так далее. Но посмотрим ситуацию, придумайте сами ситуацию, при которой вам этим ножом, этим мачете нужно что-то строгать, что-то скажем нарезать. То есть может быть вы пошли с этим предметом в лес и у вас второй номер нож потерялся, сломался и так далее, так далее. А резать нужно. Первый момент сразу же. Я как-то даже как-то даже в штыки воспринял, почему так много каких-то таких вот бурчаний по поводу этого предмета. За пилу я сказал, это мое личное мнение, лично мне было бы гораздо прикольнее для того, чтобы не было этой пилы, был бы такой плотный 5-миллиметровый обух. Это удобнее мне и при какой-то работе, и менее травматично получается и так далее, так далее. Почему? Потому что сейчас, видите, у меня указательный палец на пиле, я не могу сказать, что я сейчас себе его раздербаниваю, потому что если я раздербаниваю, вы увидите, у меня просто пойдет кровь. Но если бы был у меня сейчас обух полноценный, то на самом деле у меня палец указательный гораздо себя уютнее бы чувствовал. А посмотрите, очистка-то картофеля идет, идет своим ходом, никуда не девается. Вот для такого вот инструмента здоровенного, для таких вот спусков, ну, скажем, гораздо лучше, чем некоторые ножи, которые были на этой кухне. Сделаем небольшой хрязь. Это все сразу у нас пойдет в кастрюльку, поэтому я вот так нарежу. Видите, из-за этой пилы, вот это единственная критика, на самом деле предмет этот меня просто приводит в восторг. Но из-за конкретно вот этой пилы, я постоянно боюсь хоть как-то оперировать с обухом. Поэтому, если вы будете заказывать это мачете на сайте росоружия, russarms.com, я бы вам посоветовал сразу задать вопрос, ребят, а не могли бы вы мне сделать без пилы? Потому что на самом деле пила это лишние, как бы там, технологические моменты. В любом случае, ее еще напилить нужно. То есть, если вы попробуете не, ну, попросите не напиливать эту пилу, что-то мне подсказывает, что вам пойдут навстречу. И вообще, может быть, даже существует версия, надо бы просто спросить у росоружия, может быть, существует версия этого мачете без пилы, и тогда она мне сразу представляется гораздо удачнее. Все. На этом моя личная критика этого ножа заканчивается. То есть, я один раз, два раза вернее, сказал про то, что я считаю, что без пилы было бы удобнее. Все остальное, то, что там написали товарищи на тему, ой, что это, ой, как это, и прочее, и прочее. Видите, мне просто страшно продавить именно, я боюсь вот сюда вот, ну, потому что пила, она самое смешное, что если вам пила нужна на мачете, берите, потому что она реально пилит. Она пилит не так быстро, как предмет нарубает, но некоторые вот ребята сказали, что на самом деле, может быть, есть вот такая-то, вот такая-то логика, и привели какие-то свои доводы. Одним словом, картошка была почищена на твердые 3 с плюсом, для крупного ножа на твердые 4 с плюсом, для огромного ножа на твердющую пятерку, потому что самое главное, что, в принципе, очень достойно было все почищено. Ну, нарезка, посмотрим. Вот, и вот, опять же, такой момент, что при нарезке таким предметом, самое-самое оптимальное, это перенести, я понимаю, что это не для продуктов, но самое оптимальное, перенести вот сюда, как бы, ну, палец поближе к обуху, для того, чтобы больше контролировать клин. А у меня нет такой возможности, мне приходится держать за саму рукоять, поэтому клинышек достаточно далеко. Ну, предположим, что мы сумасшедшие russians, и вот именно такими ножами мы готовим наши супы под названием борщ и шчи. А режет очень достойно. Посмотрите, миленькое дело, просто гигант за ювелирной работой. Тема сегодняшнего монолога, я забыл. Ну, по большому счету, я хочу вас просто спросить. Я хотел поговорить о путешествиях. Ну, скажем, какие виды путешествий, какие виды именно путешествий за границу, или дальних путешествий в пределах своей страны вы предпочитаете? То есть, я не говорю об активном отдыхе, когда человек берет рюкзак, берет семью. Димитриус, респект полный, мне очень нравятся твои видео, мне очень нравится твой образ жизни. Вот. То есть, это не тогда, когда человек берет просто рюкзак, семью, котелок, пару-тройку ножей, и идет куда-то в лес, там, подальше в поход, поближе поход. Нет, а именно там путешествия, поездки. То есть, какие бывают виды, на мой взгляд. Лук твердый, опять с плюсом, именно с учетом геометрии, с учетом всех моментов, с учетом специфики этого ножа, твердющая просто пятерка. Ну, есть, конечно же, у нас отдых, все включено. Когда, ну, такой отельный отдых, когда человек покупает себе сразу путевку, его из аэропорта встречают, везут, он приезжает, раскладывает вещи в номер, и все. Брюхом на теплый песочек, обед, ужин, напитки, все дела, тут тебе и бассейн, аниматоры вокруг тебя бегают. Такой, знаете, в хорошем смысле тюлений отдых. Такой очень, ну, знаете, ну, понимаете, в общем, такой очень ленивый, теплый, как правило. Это там Турция, Египет или еще что-то. Ну, вот я, например, конкретно, если говорить, не в Турции, не в Египте я не был и никогда не поеду туда по соображениям чисто такого своего упрямого характера. То есть это страны, в которые я не поеду, даже когда там будет все спокойно. А когда там неспокойно, люди, которые туда ездят, они просто безмозглые или, ну, просто, ну, нереально жадные до халявы. И это мачете. Просто. Дэнни Трехо мог бы сыграть с этим инструментом повара в ресторане. Следующий вид отдыха, это такой полуактивный, скажем, это именно когда люди там приезжают, берут сразу же в прокат машину или там велосипеды, не велосипеды. И, в общем, опять же, то же самое лазание по горам, только не по местным, а по заграничным. Там сплавляться по рекам и так далее, и так далее. Ну, конечно же, есть круизные виды отдыха. Это там сел на корабль и поплыл там по Амуру, например, по Волге или по Нилу, как угодно. Это тоже очень прикольно. У меня мечта, одна из мечт, когда-нибудь круиз, именно такой вот круиз, двух-трехнедельный, серьезный, ну, там, на каком-нибудь очень крутом лайнере по Карибскому морю. Вот эти дольки мелкие порезал классно. Поперек немножко даванул. Но, опять же, просто замечательно работает. Просто замечательно. Вот ничего не скажешь. Но, что-то я, может быть, уже забыл, потому что как-то у меня прыгает мысль. Ну, конечно, есть всякие там студенческие варианты автостопов и прочее, прочее. Это понятно. Самый мой любимый вид отдыха, я его оставил напоследок, потому что, по большому счету, я путешествую, путешествую, стараюсь вот путешествовать только так. Ну, чаще всего я именно так путешествую. Это дикарями. То есть, я смотрю в интернете, ловлю какие-то интересные билеты. То есть, я с самого начала, я не знаю, куда я поеду, что не интересные билеты именно в плане вот каких-то вот все включено, где там сразу же и трансфер, и чартер, и бла-бла-бла. Нет. Я захожу на сайт своих любимых авиакомпаний. Самая моя любимая компания – это Финейр. Потому что, ну, я просто от этой компании тащусь. Они предлагают офигительный сервис по цене дешевле, чем тот же самый Райнейр, например. И я смотрю, ага, ага, отпуск у нас вот тогда-то. Хоп-хоп, все, летим в Венгрию, летим в Будапешт. Сразу посмотрел даты, вылет, возвращение. Финейр у нас летает в Азию, в Европу, куда угодно, через Хельсинки. Это совершенно для нас не проблема. Конкретно вот из Эстонии мы садимся в самолет. Через 15 минут мы выходим в аэропорту Хельсинки. И через час-полтора сразу же садимся в Хельсинки, в самолет побольше. И улетаем куда-нибудь греть свои телеса. Малыш, ты меня… Че он там пел? Малыш, ты меня очаруешь. Помидор вообще порезал на уровне нормального ножа. Именно ножа, не мачете, на уровне такого прям ножика. Просто шикарно. Люблю, когда вот так вот работаешь на кухне, да, и просто там, ну, идет мой монолог, идет какой-то вот такой разговор. Я забываю о том, зачем я, собственно говоря, сюда пришел. Ведь цель-то тест. А я просто разговариваю, разговариваю. Почему? Потому что нож работает. И вот нож… Единственные были моменты, когда действительно вот мне требовалась работа по обуху. Он меня пугал. А режет он для рубящего предмета очень достойно. Ну, посмотрите, ребят, ну, блин. Златоуст Аир, передаю привет. Просто передаю привет Златоуст Аир. И весь прикол, что там беру, например, за полгода до вылета билеты на самолет, сразу же смотрю на booking.com или на три подвизоре отели. Потому что бывает так, что в какое-то место достаточно нормальные демократические цены на авиабилеты. Смотришь, сколько там отель стоит. Просто офигеваешь от этого. Великолепно отработал по овощам. Переходим к курочке. Ну и смотрю, раз-раз. Отель тоже нормально устраивает. И все. С этого момента я почему-то так подробно сейчас вот расскажу. Потому что вот я как бы делаю сам так. И действительно советую всем так делать. Все. Я ставлю перед фактом свою любимую. О том, что мы летим туда-то, туда-то в таких-то числах. Она говорит, как правило, ой, как здорово. Не как правило. Всегда говорит, ой, как здорово. И с этого момента для меня начинается просто время кайфа. Под названием планирование отпуска. Вы не представите, ребята, какой я планировщик. Я вот, например, возьму, к примеру, ту же самую Венгрию. То есть я четко знал, что у нас там 15, по-моему, дней, да. Из которых мы 7 провели на озере Балатон. И 8, вот в Руне 15, 16 было и 9, в Будапеште, в столице. И все. Когда я знаю числа, я забронировал апартаменты и забронировал гостиницу. С этого момента, пусть весь мир подождет, я начинаю планировать отпуск. То есть вот действительно очень здорово, что у нас есть интернет, который дает вот такие вот возможности. Почему? Потому что читаю первым делом отзывы путешественников. Какие в стране могут быть проблемы с валютой, с криминалом, с полицией, с переводчиками, с туалетами, с обычаями какими-то, с праздниками. Смотрю сразу же, какие в том же самом Будапеште проходят в это время фестивали, праздники. Потому что мы, например, поехали на фестиваль шоколада, который находился просто в жопе мира. Он находился в другом конце города, от того места, где мы жили. И получалось, что если бы я это заранее не узнал, мы бы никогда об этом не узнали. Мы бы туда просто не попали. А фестиваль, я вам скажу, фестиваль шоколада в Будапеште, это просто что-то нереальное. Ну и, как бы, что происходит дальше? То есть, сразу же смотрю, какие достопримечательности в городе, какие достопримечательности за городом. Буквально, вот сейчас думаю, наверное, ну это как сумасшествие. Я буквально открываю гугл-карту, просто отлично. Вот, ну, я думал, что было бы здорово порезать каких-нибудь стейков, потому что клин такой здоровенный. Но решил немножко пойти упрямым путем и предоставил курицу. Просто, просто, просто офигенно. Но мне этот нож, я его уже отказываюсь называть мачете, он мне нравится все больше и больше и больше. В общем, все про валюту, про интернет, про транспорт. Какой транспорт удобнее, какой быстрее, какой дешевле и так далее, и так далее. Во-первых, такое планирование экономит кучу денег. Вот реально прямо кучу. То есть, при таком планировании вы не тратите лишние деньги практически нигде. Во-вторых, самое главное, если я выделил себе там раз в год, например, время, чтобы потратить две недели на отдых в другой стране, и пока что не предполагается, что я в эту страну приеду еще раз, ну, пока не предполагается. В январе я сто процентов поеду еще раз, эта страна меня влюбила в себя. Ну, вот, на момент именно планирования я не предполагаю. Я хочу, чтобы максимально, буквально максимально был продуман каждый день, каждый час, практически по минутам. То есть, мы поселились в городке Болотон-Фюрет. Если кто-то поедет именно на Болотон, рекомендую именно этот город, потому что он логистический, он может быть не самый интересный, не самый крупный, но он логистически самый удачный для того, чтобы ездить по городам поблизости. Весь прикол в том, что если вы не собираетесь просто прокупаться всю дорогу в Болотоне, в том же самом, вот примерно такие у нас разговоры видели, хоп, и все. То лучше поселиться в этом городе, потому что ни один город на побережье Болотона, он не нужен больше, чем на один день. Они все маленькие, там есть что посмотреть, но не больше, чем за один день. И начинается отпуск. Мы приезжаем, четко, конкретно знаем, когда у нас отходит поезд на Болотон-Фюрет из Будапешта. Приехали, и я знаю, когда у нас там, чем мы занимаемся в следующий день. И теперь вот представьте, как это выглядит для Юли. Она вначале пыталась сопротивляться, а потом поняла и сказала, блин, это просто замечательно, потому что говорит, ну действительно, мы успеваем все увидеть, и плюс ей вообще не нужно париться. Мы утром встаем, я за завтраком говорю, сегодня мы едем в такой-то город, там мы посетим пещеру, какую-нибудь скалу, крепость 5-10, едем автобусом, и нам придется немножко пройти там по каменистой местности, одень кроссовки, форма одежды вот такая-то, лучше с собой взять, то-то, все-то, 5-е, 10-е. То есть, что это, скажите мне, куриное горло какое-то попалось. Ну и вот таким вот образом происходит весь отпуск. Я не могу сказать, что это неинтересно, это суперски, это очень суперски в плане именно вот рационального использования времени. То есть, есть какие-то, конечно, фристайл, я никогда не смотрю, где там кушать или еще что-то, всегда по дороге как-то решаем. Но вот транспорт, достопримечательности я продумываю всегда до мельчайших подробностей. И в результате, когда мы ездили в Барселону всего на 9 дней, мы посмотрели там достопримечательности. Я вот разговаривал с несколькими сразу своими знакомыми, которые были в этом городе в другое время. Мы успели посмотреть практически все, в то время как им не хватало по 2-2,5 недели. То есть, есть вот, ну, я просто поделился своим опытом сейчас, как вот я планирую отпуск. И это, короче, офигительно. Я вот сейчас с вами поговорил, и я подумал, что так, сейчас я закончу разделывать этого цыпленка. И пойду-ка я посмотрю, что там у нас с билетами будет на весну следующего года. Как-то уже сразу же, сразу же и захотелось. Резюме по ножу. Просто охренительная вещь. Я не вру. Может быть, кого-то это обидит. И да, тот же самый, например, Катран. Шикарнейший нож. Но Катран мне дает именно те эмоции, которые в малыше, они, посмотрите, насколько увеличиваются. То есть, это те же самые вот моменты, но они еще круче. И когда говорят, я бы не стал брать мачете, а я бы взял топор в обычный лес, без проблем. Я полностью согласен. Топор лучше, чем мачете. Если вам нужно продираться через тростник, твердый, кустарник и так далее, и так далее. Вы топором, ребята, столько не намажетесь, сколько вот такой вот вещью. И плюс, как вы только что видели, помимо того, что на уличном тесте он реально рубит просто как топор, такими крупными кусками. Он, зараза, еще и, поглядите, взял и очень достойно нарезал все. Так что, браво, малыш. Без пилы ты лучше, но ты великолепен. Спасибо за просмотр. Жду ваших интересных всяких рассказов про отпуска, про то, как вы их проводите. Блин, чуть не забыл. На самом деле, я же хотел дать рецепт. Меня иногда просят там, как ты делаешь это, как ты делаешь это рассказать. Экспресс-рецепт. Берите, записывайте. Я вам гарантирую, что если вы не имеете славы кулинарного гуру, то о вас заговорят, о вас заговорят друзья, семья, тем более праздники на носу. Блюдо готовится очень быстро, очень просто. И стопроцентная гарантия, что понравится. Вы видели, какими кусками я нарезал сейчас курицу. То есть, я вырезал грудину, вырезал бедра примерно такими вот средними. И можно не заморачиваться, если вы не делаете ножевые тесты и просто-напросто купить там те же самые бедрышки или грудку в магазине, нарезать такими небольшими кусками. Немножко смачивайте маслом растительным или на выбор оливковым. Можно подавить, ну вот здесь вот мясо двух куриц, скажем, можно подавить полтора зубчика чеснока, два, если вы там любите пожёстче. И перемешать всё вот это вот с маслицем, немножко подсолить и оставить, вот мариноваться вот в этом масле где-то, может быть, на пару часов. Значит, после этого вы берёте широкую какую-то посудину для запекания. Главное, чтобы борта были, ну, примерно вот хотя бы вот такие, если две курицы. Если одна, можно поменьше или, ну, смотрите, в общем, что-нибудь найдите там по размеру. Так, чтобы мясо, когда вы выкладываете на дно, примерно было вот слоем именно вот в один кусочек, плюс-минус, может быть, в два. Вот таким вот слоем, чтобы было, я показываю. Значит, оно у вас уже промариновано. Ребят, не борщите со специями. Почему? Потому что специи убьют основной тон, убьют основной вкус. Это вам не нужно. Весь прикол этого блюда именно в нежном вкусе. Я, например, даже чеснок не кладу, потому что, ну, я люблю, когда нежно получается. В общем, вы берёте форму. Мне сейчас лень, честно говоря, доставать. Вы знаете, вот у меня белая есть такая керамическая для запекания. У неё вот такие борта, и примерно вот на такую высоту я выкладываю курицу плотно-плотно-плотно. Сверху просто элементарно засыпаю тёртый сыр небольшим, так, чтобы вот в один слой покрыло всю курицу. После этого вы берёте на две курицы 400 грамм сливок жирностью 35%, если на одну курицу, то 200 грамм сливок жирностью 35%, 35-38. И взбиваете их в плотную пену с помощью миксера, значит, сливки. Вот у вас слой курицы сверху присыпано сыриком. И аккуратно вот эти взбитые сливки шапкой буквально выкладываете сверху на курицу таким образом, чтобы не было просветов, чтобы вот эти вот взбитые сливки полностью покрыли всю курицу полностью вот таким вот образом. И полностью все-все-все со всех сторон касались. Это очень важно, потому что тогда будет вот эффект именно вот этого вот, скажем, ну, недопускания воздуха. Не знаю, как правильно сказать. Всё. 200 градусов духовка, 50 минут, 55, лучше 55. И после этого достаете сливочки, покрываете такой румяной корочкой, нежнейшая курица со сливочно-сырным вкусом. Всё. Очень просто. Жду ваших сообщений о том, что всем понравилось. Всего доброго.